Всем привет, с вами Дмитрий Калинин, и я начинаю подробный обзор смартфона LG G6, который был представлен на выставке MWC 2016 и уже продается в России. Смартфон интересен в первую очередь своим необычным дисплеем, пылевлагозащитой и двойной камерой. Но обо всем по порядку. Я благодарю интернет-магазин BoomMarket за предоставленный смартфон. Пора начинать. Наконец-то компания LG нашла свой удачный дизайн, отказавшись от согнутых кожаных крышек и модульных блоков. LG G6 выглядит необычно и очень красиво за счет вытянутого дисплея с соотношением сторон 18-9 со скругленными углами, что в сочетании с скруглениями корпуса смотрится очень органично. Отступы сверху и снизу небольшие, а боковые рамки достаточно узкие, чтобы полностью исключить ложные срабатывания. Самое удивительное, что при диагонали экрана 5,7 дюйма смартфон настолько компактный, что по размерам он почти совпадает с 5-дюймовыми смартфонами. Посмотрите, лишь чуть-чуть выше. При этом он довольно тонкий и легкий. Продается LG G6 в черной картонной коробке. В комплекте идут документация с ключом-скрепкой, наушники с протканенным проводом, кабель USB на USB Type-C, зарядное устройство с функцией быстрой зарядки и салфетка для протирки стекла. Смартфон действительно полностью стеклянный, за исключением металлической рамки с красивыми фасками. Спереди установлено плоское стекло Gorilla Glass 3, а сзади, скругленное по краям, стекло Gorilla Glass 5 устойчивое не только к царапинам, но и к падениям. Конечно, на каменной мостовой стекло разобьется, и то не с первого раза. Но дома, на линолеуме, или на паркете, или на улице на асфальте, стекло останется целым. Правда, есть и недостатки. Стекло ощущается как пластик и быстро заляпывается жиром. Правда, оттирается очень легко, после чего в руке смартфон вообще не скользит. Кажется, что он прилипает к ладони. Сзади необычности придает двойная камера с модулями по 13 Мп, двухцветная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев, который встроен в механическую кнопку включения. Находится она вровень с корпусом, нащупывается плохо, и я не всегда с первого раза попадаю по ней. Я так до сих пор и не привык, что кнопки нет сбоку. К тому же кнопка постоянно грязная по окружности. Такое ощущение, что она из пластика и без олеофобного покрытия. Спереди IPS-дисплей диагональю 5,7 дюйма, 5-мегапиксельная фронтальная камера, датчики освещения и приближений и разговорный динамик. Снизу едва заметный логотип LG. Индикатора уведомлений в LG G6 нет, его частично заменяет постоянно включенный дисплей, который можно отключить в настройках или просто перевернув смартфон. Здесь нужно просто закрыть датчик освещения, и тогда функция отключается. Это сделано для того, чтобы в кармане эта функция не работала. Слева раздельные кнопки регулировки громкости, они металлические, нажимаются со щелчком. Сверху разъем миниджек 3,5 мм для наушников, это просто отлично, что его оставили. И дополнительный микрофон. Справа комбинированный лоток для двух нано-сим-карт, одну из которых можно заменить карточкой памяти microSD. Снизу разъем USB Type-C, мультимедийный динамик и разговорный микрофон. Собран смартфон отлично, в руке ощущается единым целым, можно даже пользоваться одной рукой. Корпус неразборный и аккумулятор теперь несъемный. Для многих я знаю это минус, однако есть и плюс. Смартфон получил максимальный класс пылевлагозащиты IP68, то есть вы спокойно можете купаться с ним. LG G6 выпускается в трех цветах, сером, черном и белом. У каждого передняя рамка, окрашенная в цвет корпуса. Черный цвет смотрится премиально, но на сером и белом почти незаметно жировые разводы. Смотрится LG G6 современно, привлекает внимание окружающих и подойдет как для мужчин, так и для женщин. Главной фишкой LG G6 является IPS-дисплей диагональю 5,7 дюйма, разрешением Quad HD+, и плотностью пикселей 564 ppi. Это первый дисплей на рынке с соотношением сторон 18-9, поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision, которые улучшают качество передачи изображения и видео. Отступы сверху и снизу маленькие, боковые рамки узкие, дисплей занимает почти 80% всей передней поверхности, смотрится это стильно и современно. В настройках можно выставить соотношение сторон для каждого конкретного приложения, однако не все они поддерживают это. В некоторых играх или, например, на YouTube по бокам остаются черные полосы, а даже те игры, что поддерживают, например, World of Tanks, из-за скругленных углов срезают часть информации, например, в игре не видно значения FPS. В общем, проблемы есть, 18-9 только-только начинает свое шествие по миру, и со временем все придет в норму. Защитное стекло Gorilla Glass 3, оно плоское, без всяких замыливаний, а леофобное покрытие очень хорошее. Сам экран четкий, с хорошей цветопередачей и широкими углами обзора, а также неплохими антибликовыми свойствами. Максимальной яркости, правда, впритык хватает на улице в ясный солнечный день, а вот минимальная яркость довольно комфортная для чтения в полной темноте. К тому же, в настройках есть специальный комфортный просмотр, который снижает нагрузку на глаза или вообще делает экран черно-белым. Автоматическая регулировка яркости работает вполне адекватно. Посмотрим основные цвета. Белый цвет, равномерный, не приобретает никаких оттенков под углами. Цветовая температура, правда, немного завышена, экран такой холодный, и нет возможности регулировать цветовую температуру в настройках. Остальные цвета естественные, они не искажаются. Черный цвет просто отличный, он не выбеливается, и лишь под углом, вот под таким, слегка приобретает фиолетовый оттенок. И то его заметно только в полной темноте. Так что черный цвет здесь просто замечательный. Экран распознает 10 одновременных косами, сейчас я вам это покажу. Режима работы в перчатках здесь нет, зато поддерживается дабл-тап как для включения, так и отключения дисплея. Несмотря на то, что здесь установлен IPS-дисплей, присутствует функция Always-On-Display. На выключенном экране показывается полезная информация, дата, время или различные надписи, заряд аккумулятора, различные уведомления. В настройках можно сделать экран ярче или задать расписание, когда эта функция будет включаться или отключаться, например, когда вы спите. Кушает эта функция примерно 1% за 2 часа, и если вам она не нужна, можете смело отключить ее. В целом, дисплей LG G6 мне понравился. Это лучший экран в смартфонах LG, но я хочу обратить внимание на минусы. Максимальной яркости хотелось бы побольше, цветовая температура сильно завышена и нет возможности ее регулировать. И пока не все приложения поддерживают новый формат 18-9, правда, есть возможность масштабирования. И, кстати, не обращайте внимания на рекламу, где главным плюсом этого дисплея называют HDR10 и Dolby Vision. Такого контента в России нет и вряд ли будет в ближайшие пару лет. В LG G6 установлен один мультимедийный динамик, один разговорный и два микрофона, сверху и снизу. Несмотря на то, что смартфон получил пыль и влага защиту, мультимедийный динамик играет на удивление неплохо и очень громко. Послушайте сами. Жаль, что звук идет только с одной стороны. Было бы классно, если бы добавили стерео, как в HTC 10. В смартфоне установлен 32-битный цифроаналоговый преобразователь от компании ESS Technology. Но для того, чтобы услышать всю красоту звучания, вам нужен специальный файл и высокоомные наушники. У меня же ни того, ни другого нет. Есть лишь 24-битные мелодии и хай-фай наушники, звук в которых выше всяких похвал. При подключении наушников автоматически включается функция улучшения звука, которая к тому же увеличивает громкость. Я слушал и флэк-мелодии, и mp3. Звучание просто отличное. Причем в штатном плеере музыка есть возможность подстроить эквалайзер. Мне больше всего понравился режим чистого объемного звука. Кстати, здесь есть интересная функция. Возможность найти видеоклип по музыкальному файлу. Смотрите, нажимаем видеоклип. И вам находится соответствующее видео на YouTube. Великолепно. Протестировал я и штатные наушники. Звук в них приятный, но малость не хватает низов. А также я попробовал Bluetooth-наушники беспроводные с IPTX. И звук меня приятно удивил, так как смартфон поддерживает IPTX HD. В общем, ищите качественную Lossless музыку, подключайте качественные наушники и наслаждайтесь звуком. Имеется FM-радио, которое отлично работает при подключении наушников. Поддерживаются RDS и запись с эфира. Но по-настоящему меня удивил диктофон, который очень качественно записывает голос в 24 бит с частотой дискретизации 192 кГц. Разговорный динамик очень громкий. Микрофоны работают отлично, качественно передают звук. Громкость звонка очень высокая, так что вы точно не пропустите вызов. Смартфон сам подберет мелодии, например, для избранных контактов. К тому же есть умные вибрации. Сканер отпечатков пальцев в LG G6 установлен в механическую кнопку включения сзади. Кнопка неудобная, нащупать ее тяжело с непривычки, но сам сканер работает быстро и точно. Причем даже нажимать на кнопку не надо, достаточно просто прикосновение. Сканер срабатывает моментально, а вот система притормаживает и иногда с задержкой разблокирует экран. Вот как сейчас, например. Давайте попробуем еще пару раз. Прикоснулся, уже сработал сканер, я почувствовал вибрацию. А система долго разблокирует экран. Сканер используется для аутентификации в некоторых приложениях, а также можно заблокировать приватные фото в галерее и заметки в QuickMem. Хочу обратить внимание, что кнопка не выполняет функцию домой, как мы привыкли в других смартфонах. Это чисто кнопка для включения и отключения смартфона. Компания LG постоянно не везет с процессорами. Вспомните, LG G4 получил урезанный Snapdragon 808 вместо горячего 810, а LG G5 на российском рынке вообще получил Snapdragon 651 вместо 820. В LG G6 установлен 4-ядерный 64-разрядный процессор Snapdragon 821 с максимальной частотой 2,34 ГГц. И на сегодняшний день это уже не топовое решение, так как есть Snapdragon 835. Но не стоит зарубаться по этому поводу. Производительности хватит на пару лет вперед. Особенностью конструкции стала медная трубка, которая отлично справляется с охлаждением процессора. Но об этом чуть позже. За обработку графики отвечает графический процессор Adreno 530, который отлично справляется с Quad HD Plus дисплеем. Объем оперативной памяти 4 ГБ. Она быстрая LPDDR4. Свободными при полной очистке памяти обычно остается 1,5 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ. Она также очень быстрая UFS 2.0. И есть возможность использовать карточки памяти microSD вместо второй сим-карты. В тестах LG G6 выдает отличные результаты даже с учетом Quad HD Plus дисплея. Antutu выдает более 141 тысяч баллов, находясь где-то между прошлогодним Samsung Galaxy S7 и новеньким Huawei Mate 9. Мультиплатформенный тест Geekbench 4 на одном ядре показывает почти 1800 баллов, а в мультипроцессорном тесте выдал 3800 баллов. Это неплохие результаты. В графических тестах также все хорошо. В тесте Epic Citadel в режиме Ultra High Quality значение почти 60 фпс. 3D Mark Unlimited выдает почти 28 тысяч баллов, а Extreme 2100. Троттлинг процессора есть, с нагревом производительность падает, но не критично. И что самое главное, благодаря охлаждающей медной трубке общий нагрев корпуса не превышает 39 градусов даже в тяжелых играх. Покажу на примере игры World of Tanks. Проверим, что графика выставлена на максимум. Посмотрим начальную температуру, 32 градуса, и хочу показать, что можно сразу же изменить соотношение сторон. Можно выставить максимальное, 18-9, но тогда значение фпс будет срезаться, и вы его не увидите. Поэтому я оставляю стандартный. Хочу сказать, что на производительность изменение сторон практически не влияет. Давайте начнем бой. В процессе игры можно будет посмотреть фпс, в нижнем правом углу будет отображаться значение, и все неинтересные моменты я буду вырезать, так что смотрите внимательно. Итак, бой начинается, поехали вперед. Вначение фпс 61. Начальная температура, как я уже сказал, 33 градуса, и графика выставлена максимальная. Посмотрим. 61 фпс. Пока все так и держится. Вообще, забегая вперед, хочу сказать, что в большинстве случаев значение фпс так и будет держаться в районе где-то от 57 до 61 фпс. Играть очень комфортно, все плавно и хорошо. Итак, смотрим значение в перестрелке. 61 фпс. Попал. Смотрим. 61 фпс так и держится. 61 фпс. Кстати, вообще ни разу не изменилось. Вот, 58 фпс сейчас стало. Хочу сказать, что производительности процессора Snapdragon 821 вполне хватает для комфортной игры. Смотрим значение 60. Итак, бой закончен. И посмотрим, какая сейчас температура. А она равняется 38 градусов. Так что медная трубка отлично справляется с нагревом. Смартфон вообще не греется при обычной работе и в легких играх. А в тяжелых играх на максимальной графике металлическая рамка и верхняя часть смартфона греется максимум до 39 градусов и температура больше не растет. И как вы видите, температура очень быстро падает. Производительности смартфона предостаточно. В играх все плавно. Но что удивительно, иногда даже без нагрева в интерфейсе бывают микролаги. Давайте посмотрим пролистывание в ленте Twitter. Ну вот сейчас все листается очень хорошо. Без каких-либо задержек и микрофризов. Но иногда они бывают. И посмотрим пролистывание в ленте Instagram. Здесь также все очень хорошо. На этот раз. И плавно. В целом же все работает быстро и стабильно. Здесь установлен Android 7.0. И я думаю, что микролаги случаются не из-за железа, а из-за собственной оболочки LG и нестандартного разрешения экрана. И я уверен, что с обновлениями эти проблемы уберут. И на этой позитивной ноте я заканчиваю первую часть подробного обзора смартфона LG G6. Во второй части, которую вы сможете посмотреть вот по этой подсказке, я расскажу вам о коммуникациях, камерах и фотовозможностях. Кстати, я уже сделал немало фото и видео, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании. Также узнаем, насколько хватает батареи, и я расскажу об интерфейсе. А на сегодня все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети, Twitter, ВКонтакте, Instagram. Там много всего интересного. Пишите комментарии. Делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. С вами был Дмитрий Калинин. До скорых встреч. До новых встреч.